2013 год сложился удачно для спорта в Анапе, но нет предела совершенству. Действовала только одна программа развития спорта из десятка краевых и федеральных. Мэр Анапы Сергей Сергеев намерен изменить практику и участвовать во всех. Есть ряд достижений в спорте, высших достижений. Есть достижения в массовости. Но резервов у нас сегодня ой-ой-ой сколько. Мы промухали программу «Стадион». Мотивация такая, что у нас нет стадиона своего, который можно. Однако же после полугодия, когда сели и задумались, мы со Светлана Владимировна нашли стадион в Цепанобалке. И что мешало, если бы мы в прошлом январе заявились в эту программу? Я уверен, что Иван Александрович, который курил, он бы выделил эти средства. В уходящем году в городских спортивных школах открыли два новых отделения тэквондо и синхронного плавания. Есть возможности и условия для развития фехтования парусного спорта, давно и не заслуженно забытого в Анапе, самой тихой морской бухте Черноморского побережья. Сергей Сергеев ставит задачу развивать массовый спорт, но при этом поддерживать профессиональных спортсменов. Мы должны предоставить максимум услуг. У нас сегодня мы должны культивировать новые виды спорта, чтобы максимум услуги предложить. Я умышленно сегодня обойду тему спорта высших достижений, потому что здесь как раз должен действовать принцип не навредить, чтобы не влезть туда. Наше дело только днями помочь и все, больше ничем. Это я имею ввиду спорт высших достижений. А сейчас я говорю о спорте массовом, о физкультуре. Парадокс в спортивной Анапе. Золотой чемпион Европы и серебряный мира по тяжелой атлетике тренируется вне Федерации тяжелой атлетики. Такой в Анапе просто нет. Чемпион есть, а Федерации нет. Развитие спортивных направлений будут контролировать заместители мэра Анапы. Первый заместитель Светлана Яровая курирует возрождение парусного спорта. Алексей Харитонов в развитии Федерации волейбола. Федерация тенниса под контролем Людмилы Гузенко. Федерация плавания перешла под пристальный контроль Сергея Козлова. Яна Дуплякина ответственная за развитие Федерации баскетбола. Бокс курирует Олег Костенко. Федерация тяжелой атлетики под контролем Юрия Полякова. Федерация футбола закреплена за Вахой Царцаевым. По плану развития спорта в следующем году на базе спортивной школы номер 6 начнет работать секция конного спорта, возродят женскую сборную команду по волейболу и на 1% увеличится число занятых спортом анапчан. Вопросы представителей общественных организаций почти всегда похожи. Выделение средств или земельных участков готовых площадок для развития спорта и массового привлечения детей. Идеи хорошие, но без стимулов и мотиваций спортсменов воспитать не получится. Анапчане должны знать своих героев в лицо. Мэр Анапы Сергей Сергеев в очередной раз напомнил. Фото выдающихся талантливых спортсменов из Анапы должны украсить городские билборды. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион.